В отличие от приматов, многие люди до сих пор имеют такие своды стоп. Они помогают нам двигаться. Этот свод как встроенный амортизатор для стопы. Благодаря ему мы можем подпрыгивать. Есть еще один свод. Он называется поперечный и проходит по верхней части стопы. Считайте, что это мост, который помогает поддерживать форму стопы. Согласно исследованиям, этот свод также имеет большое значение. Он отвечает примерно за 40% жесткости стопы. Проще говоря, это как бы строительные леса, удерживающие стопу. Когда ученые разрезали поперечный свод, стопа в значительной степени потеряла свою упругость. Но когда они разрезали продольный свод, это было не так заметно. Значит, это дело рук современного человека. Нет, эти своды появились не вчера. Поперечный свод существует уже 3 миллиона лет. А продольный появился около миллиона 800 тысяч лет назад. Прежде чем переходить к другим частям стопы, мы могли бы рассмотреть еще один ее элемент. Наши мизинцы более важны, чем кажется на первый взгляд. Неважно, родились ли вы без мизинцы или он был потерян, вы все равно можете ходить. Но мизинцы очень важны для того, чтобы мы стояли на ногах. Они обеспечивают равновесие. Внутри стопы находятся 26 костей, которые работают вместе, чтобы вы не опрокинулись. Самый маленький палец ноги – часть этой работы по поддержанию равновесия. Нашим предкам-обезьянам пальцы на ногах были нужны для того, чтобы хвататься, царапаться и качаться на деревьях. Сегодня мы променяли навыки лазания по деревьям на удобные диваны и просмотр сериалов. Ладно, давайте немного поднимемся наверх и поговорим об аппендиксе. Вы можете подумать, что он бесполезен, но это не так. Когда человек находится в животе у своей мамы, этот орган начинает выполнять свою работу. Примерно на 11 неделе развития в нем появляются специальные клетки, которые вырабатывают полезные гормоны и соединения. Аппендикс помогает тренировать иммунную систему, превращая ее в первоклассного защитника. Кроме того, он вбирает в себя всевозможные чужеродные вещества – антигены из пищеварительного тракта. Однако по мере развития нашего рациона эта часть тела уменьшилась, как сдувшийся воздушный шар. В отличие от большинства других рудиментов, аппендикс не всегда безобиден. Он может превратиться в маленький злобный огненный шар. Кстати, рудиментарные органы – это те, которые утратили свою основную функцию в процессе эволюции. Такие органы чаще всего не имеют видимого назначения. Другим известным примером рудиментарных органов являются зубы мудрости. Они бессмысленны и уже давно доставляют нам одни неприятности. Тем не менее, они есть почти у 95% людей. А 90% даже могут в какой-то момент столкнуться с проблемами, связанными с удалением зуба мудрости. Если у вас их нет, можно сказать, что вам повезло. Вот еще один интересный факт о зубах мудрости. Несмотря на то, что ваши зубы состоят из минералов, более мягких, чем в зубах акул, новые исследования показывают, что они не менее прочны. Покрытие акульих зубов по твердости схоже с эмалью человеческого зуба мудрости. Это объясняется тем, что их поверхность состоит из минеральных кристаллов, скрепленных белками. Это не позволяет им легко разрушаться при ударе. Таким образом, разница между нашими с акулами зубами сводится к их конструкции, а не к их прочности. Антропологи исследовали скелеты древних людей. По их мнению, дополнительные зубы были нужны нашим предкам для пережевывания жестких продуктов, таких как корни и сырое мясо. Тогда эти дополнительные зубы были как нельзя кстати. Но потом мы открыли кулинарию, и внезапно пища стала мягче, а челюсти меньше. У генетиков есть своя точка зрения на этот счет. Это ген MYH16, который, по-видимому, связан с размером мозга и характеристиками челюстей. Хотя его точная роль в нашей эволюции до сих пор остается загадкой. Вот вам еще одна бессмысленная вещь. Века. Ну, необычная века. Знаете, такая маленькая розовая штучка, прячущаяся в уголке глаза. Птицы и некоторые другие пушистые друзья используют ее для защиты от пыли и мусора, пытающихся испортить им зрение. А для нас, людей, это в основном рудимент. Познакомьтесь с длинной ладонной мышцей. Примерно 85% из нас до сих пор хранят ее у себя. Возможно, она есть и у вас. Проверить это можно, положив руку на ровную поверхность и заставив мизинец и большой палец соприкоснуться. Если в середине запястья вы обнаружите небольшую сухожильную полоску, значит, вы ее нашли. Она была создана для того, чтобы хватать предмет и лазать по деревьям, как тарзан. Поговорим еще немного о захватах. Еще до рождения, примерно в 16 недель, когда вы находитесь в животе у мамы, вы уже тренируетесь в хватании. Вы начинаете с того, что хватаетесь за пуповину. Когда вы, наконец, появляетесь на свет, этот рефлекс помогает вам удерживать предметы. Забавный факт. Маленькие обезьянки благодаря подобному трюку могут висеть на одной руке целую вечность. А вот мы, люди, теряем эту суперхватку, когда нам исполняется три месяца. Когда вы еще находитесь в утробе матери, у вас также есть мини-хвост. Но по мере роста он исчезает, и эти крошечные позвонки становятся копчиком или копчиковой костью. У людей и обезьян нет хвостов, как у других животных. Наши уши тоже имеют рудиментарные мышцы. Они помогают животным лучше слышать и выражать свои чувства. Но у человека они мало на что способны. Мы придумали другие способы слушать и проявлять свои эмоции. Тем не менее, некоторые из нас все еще могут пошевелить ушами, как следует потренировавшись. Удивительно, но ногти на ногах также считаются рудиментами. Ведь они выполняют функцию обороны и защищают организм от вредных микроорганизмов. В процессе эволюции мы использовали ногти на руках и ногах для защиты, рытья и лазанья. В современном мире ногти по-прежнему приходят нам на помощь. Будь то очистка фруктов или то сладкое ощущение, которое возникает при почесывании зудящего места. А вот ногти на ногах нам больше не нужны. Но мы можем наносить на них лак для ногтей. Если смотреть с этой стороны, они, конечно, многим подходят. Не только люди имеют бесполезные конечности или органы. В 1798 году анатом исследовал необычную птицу, не способную летать. Свои наблюдения он подробно задокументировал. Этой птицей оказался никто иной, как страус. Страусы и косоуары – лишь некоторые примеры птиц, обладающих рудиментарными крыльями. С анатомической точки зрения они не способны обеспечить полет этих тяжелых существ. Тем не менее, крылья не лишены функциональности. Они служат для поддержания равновесия при быстром беге. Кроме того, с их помощью птицы привлекают потенциальных партнеров. Как вы знаете, многие животные способны светиться в темноте. Около 76% морских животных, включая медуз, червей, акул и морских звезд, обладают биолюминесцентными свойствами. В их телах содержится люциферин, который вступает в реакцию с кислородом и выделяет свет. Этот свет служит животным для того, чтобы отпугивать хищников, привлекать добычу или предупреждать других об опасности. Мы, люди, тоже можем светиться. К сожалению, наше свечение очень слабое, так что глаза не могут его увидеть. Интенсивность нашего света в тысячу раз меньше, чем его можно уловить. Ученые обнаружили, что наше свечение меняется в течение дня. Утром оно самое тусклое, а после полудня – самое яркое. А наши лица светятся сильнее, чем остальные части тела. По мнению специалистов, это связано с тем, что лицо чаще подвергается воздействию солнечного света и содержит меланин, компоненты которого усиливают выработку света. Некоторые особенности нашего организма отличают нас от остальных представителей животного мира. Например, знаете ли вы, что люди – единственные животные, способные краснеть? Похоже, что мы обладаем эксклюзивными правами на феномен розовых щек. Когда мы оказываемся в неловкой ситуации, наши кровеносные сосуды расширяются. Это и приводит к появлению румянца. Смущение – довольно сложная эмоция. Она связана с пониманием того, что думают о нас другие. Возможно, для других животных это слишком продвинуто. Интересно, что лысые обезьяны уакари тоже умеют краснеть, но не в том же смысле. Для них это демонстрация хорошего здоровья. Что касается нашего здоровья, то мы должны беречь свой кишечник. К желудочно-кишечной системе относятся желудок, печень и многие другие органы. Кишечник часто называют вторым мозгом. У него даже есть своя нервная система. В нем 100 миллионов нейронов, которые посылают информацию в остальные части тела. Даже если связь между кишечником и мозгом прервана, он продолжает работать, обеспечивая самостоятельное функционирование пищеварительной системы. Взгляните на свои ногти. Они немного ребристые. Существует множество причин, почему это может происходить. И это не имеет ничего общего с вашими навыками маникюра. Для начала знайте, что ваши ногти могут быть хорошим показателем любых проблем со здоровьем. Но эти вертикальные бороздки – нормальное явление, особенно когда вы становитесь старше. Это способ вашей кожи показать, что ей нужно замедлиться. Новые клетки кожи не производятся так быстро, как раньше. Поэтому на ваших ногтях появляется такая текстура. Однако, если это лишь один из множества других странных симптомов, это может быть не просто признаком старения, а, например, признаком химического дисбаланса, из-за которого у вас появляются вертикальные гребни, а ногти приобретают форму ложки. Не засовывайте ничего в ухо. Вы же знаете. Даже если вы пользуетесь ватными палочками, всегда нужно быть осторожным, иначе можно нанести большой вред. Еще интереснее то, что засовывание предметов в ухо может запустить странный рефлекс кашля, также известный как кашлевой рефлекс Арнольда. Оказывается, ухо участвует в кашле благодаря вагусу – длинного пути нерва от мозга до живота. Он проходит через ухо, обрабатывает голосовой аппарат и сворачивает в желудок. Этот нерв управляет всеми видами повседневной деятельности без нашего контроля – от речи до еды и даже туалета. Часть, которая соединяет его с ухом – это нерв Арнольда. Он отвечает за сенсорное ощущение. Засуньте что-нибудь в ухо, и он может запульсировать. И именно это ощущение щекотки может заставить вас кашлять. Думайте об этом как о сбое, которое обманывает ваше тело, заставляя его поверить, что в горле что-то есть. В итоге вы начинаете кашлять, чтобы избавиться от воображаемого незваного гостя. У вас тоже может отсутствовать одна из мышц в руке. Но не переживайте, скорее всего, вы такими родились. Да и вы не одиноки. Она называется сухожилие длинной ладонной мышцы. И примерно у 14% населения ее нет. Вот как можно это проверить. Аккуратно согните запястье и коснитесь мизинца большим пальцем. Если вы видите маленькое сухожилие, выступающее на внутренней стороне вашего запястья, то оно у вас есть. Если нет, ничего страшного. В большинстве случаев эта мышца не влияет на работу нашей руки. Вот еще один маленький эксперимент, который вы можете безопасно попробовать дома, чтобы проверить, какая ноздря у вас любимая. Даже если вы, вероятно, не знали, что у вас есть такая. Встаньте перед зеркалом, выдохните через нос и посмотрите, как образуется запотевание. Конечно, на зеркале будут два пятна, но у большинства людей одно будет больше. Это связано с тем, что мы обычно дышим чаще всего одной ноздрёй. Некоторые врачи утверждают, что около 75% нашего дыхания приходится на одну единственную ноздрю. Кроме того, в течение дня они сменяют друг друга в процессе, называемом носовым циклом. Так почему же не обе ноздри сразу? Считается, что это связано с увлажнением воздуха, чтобы не допустить пересыхания одной стороны. Единственный случай, когда вы можете заметить разницу, это когда пытаетесь заснуть. Лягте на правый бок, и вы увидите, что гравитация заставляет одну часть носа работать сильнее. Кстати, асня, когда вы пытаетесь отдохнуть на новом месте, только часть вашего мозга действительно сможет качественно выспаться. Это происходит, потому что наш мозг устроен таким образом, чтобы оставаться более бдительным, когда мы находимся в незнакомом месте. Это открытие объясняет, почему после ночи, проведённой в новой квартире, мы часто просыпаемся с ощущением сонливости. Это свойство мы разделяем с птицами и морскими обитателями, которые могут находиться в полусонном состоянии, не сводя с нас глаз. В своё время исследователи сна заметили это явление и назвали его эффектом первой ночи. Когда кто-то участвовал в исследовании сна, они замечали, что качество его отдыха было настолько плохим, что от данных приходилось отказываться. Но после первой ночи всё выравнивалось. Мы делаем это потому, что в древние времена шансы подвергнуться нападению хищников в ночное время были гораздо выше. Поэтому было логично держать часть мозга на страже от любой опасности. К сожалению, не существует выключателя, чтобы отключить эту функцию. Поэтому после ночи в новом месте просто знайте, что вам понадобится гораздо больше кофе. И, возможно, нажмите на кнопку «подписаться», чтобы быть в курсе наших новых видеороликов, которые помогут вам поднять настроение в эти сомнливые дни. Возможно, каждый раз, когда вы готовитесь к тренировке, ваше сердце уже начинает работать активнее. Хотя технически вы ещё не занимаетесь. Это происходит из-за эффекта, называемого «предвосхищающим подъёмом». Проще говоря, ваш мозг посылает указания сердцу, приказывая ему готовиться. Эти указания поступают в виде химических веществ, таких как норадреналин и адреналин. Это полезно, потому что учащение сердечного ритма означает ежеминутный приток крови, что полезно для мышц. Усиленный кровоток доставляет кислород и готовит мышцы к необходимым нагрузкам. Чем лучше состояние вашего сердца, тем легче проходит весь этот процесс. Все мы слышали истории о том, как обычные люди могут поднимать тяжёлые предметы в стрессовых ситуациях. Например, мама может поднять машину, чтобы спасти своего ребёнка. Некоторые называют это истерической силой, и её нельзя проверить в лабораторных условиях. Потому что нельзя просто сымитировать чувство надвигающейся опасности. Речь идёт скорее о реальных, спонтанных моментах, которые каким-то образом запускают эту скрытую суперсилу. И хотя кажется, что люди поднимают тонны веса, они не настолько сильны. Возьмём классический сценарий с подъёмом автомобиля. Вы думаете, что поднимают всю машину, но это скорее её часть. Большинство колёс всё ещё стоят на земле. Кроме того, вес машины распределён неравномерно. Двигатель – самая плотная часть, а не та, которую часто поднимают. Что касается истерической силы, то это скорее осознание того, что мы сильнее, чем думаем. Для выполнения повседневных задач наши мышцы обычно затрачивают минимум усилий. Но когда нам нужно выложиться по полной, мы можем задействовать больше мышечной силы. Видите ли, наше тело очень эффективно. Зачем задействовать все мышцы, поднимая кофейную чашку? Даже если мы чувствуем себя измотанными, скорее всего, это не так. Исследователи утверждают, что мы можем использовать только 60-80% своей мышечной силы. И это только для лучших спортсменов. Наш мозг также не задействует мышцы на полную мощность из-за встроенного механизма безопасности. Если бы мы использовали всю свою силу, то могли бы легко навредить себе. Простая игра в ку-ку – это не только весёлое развлечение для младенцев. Они любят её, потому что она помогает их развитию. Видите ли, дело не только в том, чтобы закрывать и открывать лицо. Это помогает им лучше овладеть навыком визуального слежения. Также это полезно для понимания концепции постоянства объекта. Если они не видят что-то, это не обязательно значит, что оно исчезло навсегда. Это знание о том, что объекты существуют, даже если они вне поля зрения, улучшит их навыки решения проблем, когда они станут старше. Игра в ку-ку – также хороший способ упражняться в проявлении различных положительных эмоций. Они переходят от удивления к ожиданию, от возбуждения к счастью. Некоторые люди утверждают, что им достаточно всего 4 часов сна. Но учёные говорят, что большинству из нас, взрослых, необходимо полноценные 6-8 часов. И на самом деле всё, что меньше этого среднего значения, может привести к серьёзному недосыпанию. Конечно, если вы не один из тех, кто обладает сверхспособностями. Эти люди – магические существа, которые способны прекрасно функционировать при 6 часах сна. При этом они легко встают по утрам. Всего от 1 до 3% населения могут похвастаться таким талантом. Имейте также в виду, что это связано с генетикой. Нельзя просто потренироваться и стать таким. Когда женщина беременна, её мозг претерпевает множество изменений, которые готовят её к родам. Например, та часть мозга, которая отвечает за социальные сигналы, уменьшается. Это заставляет мозг более эффективно заботиться о ребёнке. Но не волнуйтесь, он не останется таким навсегда. После окончания беременности он возвращается к своему нормальному размеру. За день ваш организм вырабатывает 1 литр слюны. Это около 300 литров в год. А за одну жизнь слюной можно наполнить 2 олимпийских бассейна. Представьте себе, что вы плаваете в одном из них. Фу! Это ужасно и отвратительно одновременно. У людей есть одна секретная суперсила, спрятанная в нашем желудке. Желудочная кислота. Её pH составляет около единицы. И это одно из самых кислых веществ в мире. Она настолько сильна, что может растворять металлы. А желудок должен вырабатывать специальную защитную слизь, чтобы предотвратить растворение всего тела. Только не пытайтесь есть металлы. Они могут быть токсичными. Если вы глубоко вдохнёте, в ваше левое лёгкое попадёт гораздо меньше воздуха, чем в правое, потому что оно меньше. Ваше сердце занимает довольно много места, поэтому левое лёгкое должно освободить для него место. Лёгкие разделены на доли. В правом их три, а в левом лёгком только две. Ваши лёгкие не единственные органы, которые непропорциональны по размеру. Ваши почки тоже немного отличаются. Левая почка обычно немного больше правой. Если вы когда-нибудь задумывались, насколько они велики, то почки размером с кулак. Все знают, что у акул крепкие зубы. Но внешний слой наших зубов, который называется эмалью, такой же прочный, как и тот, что покрывает зубы акул. Эмаль также является самым прочным веществом в организме. Она защищает наши зубы от любых повреждений, поэтому вы можете спокойно наслаждаться вашей любимой едой. Ногти на ногах растут в два раза медленнее, чем ногти на руках. И если бы существовал олимпийский вид спорта, определяющий, какой ноготь растёт быстрее всего, то ноготь на мизинце всегда занимал бы последнее место, потому что он растёт медленнее всех остальных. Причина в том, что некоторые пальцы используются не так активно, как другие, и у них нет такого кровоснабжения. Есть такие странные животные, как креветки и крабы, которые сбрасывают свои скелеты, чтобы расти. Не удивляйтесь, если узнаете, что мы делаем то же самое. Конечно, мы не сбрасываем свой скелет в буквальном смысле, но каждые 10 лет у нас медленно вырастает новый. Таким образом, за всю свою жизнь мы сменим наш скелет около 8 раз. Много лет назад мы были рептилиями, как злобный ящер из Человека-паука. К счастью, мы эволюционировали и утратили почти все признаки рептилий, кроме третьего рудиментарного века, которое частично видно в уголке глаза ближе к носу. У рептилий оно сохранилось и используется для защиты и очистки глаза. Если у вас поликория, в вашем глазу может образоваться более одного зрачка. К сожалению, это не улучшит ваше зрение и может даже ухудшить его, но в большинстве случаев не сильно на него влияет. Это заболевание встречается крайне редко и обычно начинается в детстве, но может развиться и в более позднем возрасте. Дерматография. Обычное безвредное состояние, которое позволяет вам в прямом смысле писать на своей коже. Людям, страдающим этим заболеванием, не нужны блокноты для записей. Если вы слегка поцарапаете кожу, покраснение может держаться в течение получаса. Это может пригодиться вам на следующем экзамене, если вы понимаете, о чем я. Еще одно уникальное состояние, которое встречается у некоторых людей – синдоктилия. Аномалия, при которой пальцы ног срастаются вместе. Никто не знает, чем вызвано это состояние, но оно не представляет серьезной опасности. Знаете ли вы, что ваш язык так же уникален, как и отпечатки пальцев? Да, я тоже не знал. Язык, как и отпечатки пальцев, имеет особую форму и геометрические фигуры, которые отличаются у разных людей. Кто знает, может быть, в будущем мы сможем разблокировать свои телефоны, облизывая их. Взрослый человек состоит примерно из семи актиллионов атомов. Звучит нереально, но это правда. Это число настолько велико, что мне не хватает даже одного вдоха, чтобы его произнести. И это цифра 7, за которой следует 27 нулей. Ушная сера выглядит как воск, на ощупь как воск, а на вкус... Конечно, я понятия не имею, какова она на вкус. И, пожалуйста, не пытайтесь это выяснить. Я хочу сказать, что на самом деле это не воск. Это сочетание жира, клеток кожи, грязи и пота. Она важна для здоровья ушей, потому что поддерживает их в чистоте. Кости намного прочнее стали. При одинаковой плотности кости почти всегда будут превосходить сталь. Но если сравнивать равные объемы кости и стали, кость сломается раньше. Кости, сделанные легкими и прочными. Если бы они были сделаны из стали, мы были бы намного тяжелее, и нам требовалось бы гораздо больше энергии для передвижения. Когда вы родились, у вас было больше костей, чем сейчас, потому что большинство из них срослись. У взрослого человека 206 костей, а у младенцев 300. Некоторые из этих костей состоят из хряща гибкого и мягкого. Самая прочная, тяжелая и длинная кость – бедренная. Ее сложнее всего сломать. Она может выдержать вес в 30 раз превышающий вес вашего тела или около 3000 килограммов. Теоретически, на бедренной кости можно балансировать двумя небольшими автомобилями, и все будет в порядке. Биолюминесценция – это способность, которой обладают некоторые животные. Рыбы, ангелы, светлячки, миктофовые и люди. Да, вы действительно светитесь в темноте. Ученые обнаружили, что мы излучаем свет, но его сияние в тысячу раз слабее того, что могут различить наши глаза. Вы можете увидеть, как светитесь, если у вас есть сверхчувствительная камера. Количество меланинов в ваших глазах определяет их цвет. В карих глазах больше всего меланина, а в голубых – гораздо меньше. Однако у людей с гетерохромией глаза могут быть разного цвета. Один глаз может быть голубым, а другой – карим или любого другого цвета, что очень здорово. Иногда только половина глаза может быть другого цвета. Когда вы чихаете, воздух, выходящий из носа и рта, может двигаться со скоростью почти 160 км в час. Мы чихаем, потому что в нос попадает какой-то раздражитель, и организм чихает, чтобы его убрать. Если вы когда-нибудь слышали о том, что если чихнуть, не закрыв глаза, они выпадут, то это неправда. Ничего не произойдет. Сердце – единственная мышца, которая работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. За свою жизнь оно бьется более 3 миллиардов раз и ежедневно перекачивает около 9,5 тысяч литров жизненно важной жидкости. Поэтому вы должны хорошо заботиться о нем, ведь оно работает очень интенсивно. Ваша смешная кость на самом деле не кость, а нерв. Именно поэтому при ударе по ней возникает ощущение, что под кожей ползает тысяча муравьев. Этот нерв довольно длинный. Он начинается в позвоночнике и заканчивается в мизинце и безымянном пальце. Почти каждый из нас слышал, что нос и уши никогда не перестают расти. На самом деле это не совсем так. Носы и уши перестают расти, когда мы становимся подростками. Но с возрастом они становятся больше из-за гравитации. Так что на самом деле они растягиваются, а не растут. Когда вы не высыпаетесь, мозг буквально начинает съедать сам себя. 13 белков нейронов разрушаются, когда вы получаете недостаточно сна. Это очень большая потеря для мозга. Вместо того, чтобы досматривать серию любимого сериала, лучше ложитесь спать. Оно того не стоит. Когда вы хорошо отдохнули и выспались, ваш мозг может вырабатывать электричество, способное питать лампочку. А ваши нейроны могут передавать больше сообщений, чем все телефоны в мире вместе взятые. Они движутся со скоростью около 240 км в час. А сигналы, передаваемые двигательными нейронами, в два раза быстрее. Смотрите, есть люди, которые могут согнуть мизинец, не сгибая безымянного пальца. Но для большинства из нас это трудно, а то и невозможно. Когда они двигают средним или мизинцем, то, как правило, слегка сгибают и безымянный палец. Да, я тоже. Выпадение глазного яблока – это чрезвычайно редкое состояние, при котором люди могут заставить свои глаза вылезать из орбит. К сожалению, эта способность имеет недостатки. Она может вызвать множество проблем с глазами. Некоторые коренные народы, например, тибетцы, могут выживать на таких высотах, как Аверест. Эта редкая способность, скорее всего, появилась после многих лет эволюции. Предки современных тибетцев жили в высокогорных районах тысячи лет и выработали адаптацию красных кровяных телец, позволяющую выживать при опасном низком уровне кислорода. Баджо – морские кочевники, живущие в Юго-Восточной Азии. У этих людей развилась сверхбольшая селезенка, служащая хранилищем богатых кислородом клеток крови. Благодаря этому они легко могут провести 5-10 минут за подводной рыбалкой под водой, ни разу не вынырнув на поверхность. Примерно у 14% населения отсутствует мышца под названием Palmaris longus. На самом деле это рудиментарная часть тела, и необходимость в ней отпала в процессе эволюции. Так что если у вас нет этой мышцы, не переживайте, ее отсутствие никак не влияет на работу вашего предплечья. Примерно у 5-37% людей зубы мудрости не растут с рождения. На самом деле эти зубы больше не нужны, они были важны для наших предков, поскольку помогали пережевывать твердую пищу – орехи, коренья, мясо. И соленые риски. Ладно, это я придумал. Но поскольку большинство продуктов, которые мы едим сегодня, обработаны, зубы мудрости стали просто атовизмом. У большинства людей один завиток на голове, и, как правило, он закручивается по часовой стрелке. Двойная макушка встречается всего у пяти человек из ста. И если при этом оба завитка направлены против часовой стрелки, это делает человек еще более уникальным. Некоторые ученые считают, что существует генетическая связь между направлением волосяных локонов и ведущей рукой. Чуть более 8% правшей имеют завитки волос, направленные против часовой стрелки, а у левшей это число возрастает до 45%. Мозг мужчины стареет быстрее, чем мозг женщины. С возрастом у мужчин чаще начинают возникать жалобы на проблемы с памятью и недостаток концентрации. В то же время у женщин не возникает таких острых проблем с памятью, но они чаще страдают от депрессии. Хм, что бы вы выбрали? Когда человек лжет, его нос выдает его. Психологи из университета Гранада обнаружили, что когда человек говорит неправду, температура вокруг его носа и во внутренних уголках его глаз повышается. Это явление получило название «эффект пиноккио». У японцев в кишечнике обитают особые бактерии, которые помогают им переваривать суши. Японцы веками употребляли в пищу сырую водоросль. Микроорганизмы, обитающие на поверхности этой водоросли, попадали в их организм и активно развивались. Сегодня эти бактерии помогают японцам переваривать сырую пищу и предотвращают различные проблемы, связанные с пищей. У людей на теле столько же волос, сколько и у шимпанзе. Число волос на теле человека и шимпанзе примерно одинаковое. Единственное отличие в том, что волосы на теле человека в основном бесполезны и настолько тонкие, что их почти невозможно увидеть. У людей не больше генов, чем у других видов. На самом деле у людей меньше генов, чем у червя. Томаты также обладают гораздо большим количеством генов, чем вы. Но мы такие сложные создания. Недавно ученые пришли к выводу, что количество генов в геноме не имеет тесной связи со сложностью живого существа. Давайте немного передохнем. Кстати, ваше левое легкое состоит из двух долей, а правое разделено на три части. Более того, левое легкое немного меньше, поскольку оно должно освободить место для сердца. Ваши легкие также содержат около 2500 километров дыхательных путей. Это чуть больше половины расстояния от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса. В легких также расположены более 300 миллионов альвеол, маленьких воздушных мешочков в форме шарика. У людей есть пять наиболее очевидных чувств. Зрение, обоняние, осязание, слух и вкус. Но это еще не все. Как насчет терморецепции – ощущения тепла? Или ноцепции – восприятие боли? А что насчет ощущения собственного тела – проприоцепции? Чтобы понять, что это такое, закройте глаза и коснитесь носа. Получилось? Это проприоцепция в действии. Этот список мог бы быть гораздо длиннее. Некоторые эксперты утверждают, что у людей от 21 до 53 чувств. Ваши пальцы становятся морщинистыми после того, как вы слишком много времени проведете в воде. Морщинистые пальцы появляются из-за сужения кровеносных сосудов. Когда вы долгое время находитесь в воде, ваша нервная система заставляет кровеносные сосуды сужаться. Ваше тело отгоняет кровь от этой области. В результате потери крови сосуды становятся тоньше. Кожа начинает складываться, образуя забавные морщинки. Ученые считают, что этот процесс помогает нам поддерживать сцепление с другими предметами в воде. В глазах среднестатистического человека есть три вида колбочек. Эти колбочки помогают распознавать цвета в синим, красном и зеленом спектрах. Благодаря им большинство людей способны различать около миллиона различных оттенков. Но у людей с тетрахроматией в глазах четыре колбочки. Эта особенность позволяет им видеть до ста миллионов различных оттенков. Эта аномалия зрения встречается крайне редко. Причем у женщин гораздо чаще, чем у мужчин. Интересно, что большинство людей с тетрахроматией даже не подозревают, что видят мир ярче, чем другие. Не у всех людей зрачки круглые. У двух человек из каждых десяти тысяч зрачки необычной формы. Чаще всего они похожи на замочные скважины. Это глазное заболевание называется колобомой. Интересно, что некоторые люди с этой особенностью не испытывают проблем со зрением. От трех до двадцати двух процентов людей в мире имеют палец Мортона. Это особенность строения стопы, при которой второй палец длиннее первого. Такой аномалией тела обладают Давид Микеланджело и Статуя Свободы. Эй, пальцы вверх! У некоторых людей слюна накапливается в железе под их языком. Затем она может выстреливать струей, когда человек нажимает на эту железу. Если в этот момент рот открыт, струя может преодолеть несколько метров. Этот процесс, называемый гликингом, может происходить случайно. Человек случайно надавливает языком на железу во время еды, зевания, разговора или чистки зубов. И вуаля! До тридцати пяти процентов людей могут плеваться таким образом, но только один процент может делать это специально. У меня в колледже был друг, который так делал. Да, это было странно. Примерно у восемнадцати тридцати пяти процентов людей наблюдается интересная реакция на солнечный свет. Они чихают. У этого явления есть собственное название – световой чихательный рефлекс. На греческом языке его называют солнечным чиханием. Так же, как саламандры восстанавливают свои хвосты, люди регенерируют хрящи. Это резиновое вещество вокруг ваших суставов. Недавно ученые обнаружили, что хрящ может быть способен самовосстанавливаться. Наиболее эффективно в голеностопном суставе, не так хорошо в коленном и наименее эффективно в тазобедренном. Человеческий мозг на семьдесят три процента состоит из воды. Точно так же, как и ваше сердце. Вот почему, если ваш мозг теряет даже два процента жидкости, вы начинаете чувствовать усталость. Из-за этого ухудшается память, снижается концентрация внимания и портится настроение. Так что пейте больше воды. Ваш мозг постоянно обрабатывает тонны визуальной информации – около шестисот миллионов бит в минуту. Все начинается, когда свет проходит через роговицу – защитный внешний слой вашего глаза. Затем свет превращается в электрические сигналы, они передаются в ваш мозг, и он интерпретирует их в изображение, которое вы видите. На этот сложный процесс уходят миллисекунды. Люди, которые живут до 110 лет и старше, так называемые сверхдолгожители, возможно, обладают неким секретом. Исследователи обнаружили, что их иммунные клетки – тихелперы – могут изменяться и адаптироваться к поздним стадиям старения. Эти клетки, вероятно, защищают их от вирусов и других проблем со здоровьем. Благодаря технологиям мы стали впечатляющими многозадачными людьми. Вернее, так только кажется. Человеческий мозг не может сосредоточиться на двух вещах одновременно. Зато он может быстро переключаться между несколькими задачами. Но это сокращает время концентрации внимания, вредит кратковременной памяти и способности к обучению. Так что положите телефон на место. Дайте угадаю. Когда заложен нос, все, о чем вы можете думать – это о тех ночах, когда вы считали ровное дыхание само собой разумеющимся. Наше тело каждый день проделывает огромную работу, чтобы мы чувствовали себя комфортно. Так что в знак благодарности давайте рассмотрим несколько удивительных действий, которые человеческое тело совершает каждую минуту. Начнем с наших глаз, которые постоянно передают в мозг массу визуальной информации. Роговицы действуют как входные ворота, умело преломляя свет. Радужная оболочка или цветная часть регулирует дозу света, а хрусталик фокусирует оставшуюся часть на сетчатке. Последняя преобразует весь этот свет в электрические сигналы, которые передаются в мозг для интерпретации. Кажется, что работы много, но все это делается за миллисекунды. Это означает, что за одну минуту наш мозг обрабатывает около 600 миллионов битов визуальных данных. Более половины нашего тела состоит из воды. 55% если вы леди и 65% если вы джентльмен, если быть точным. Чтобы этот водный баланс всегда был под контролем, наши тела оснащены монитором гидротации. Он постоянно следит за тем, сколько воды мы теряем, например, через пот или даже дыхание. Если не хватает всего 1% воды, мы начинаем испытывать жажду. Нас бы здесь не было, если бы не сердца, бьющиеся в наших грудных клетках. Точнее, если бы не одно сердце. На человека. Скорость его работы может меняться в зависимости от вашей физической формы, самочувствия, размера и даже от того, пробуете ли вы новую позу в йоге, которая требует больше усилий. В среднем, по мнению врачей, в состоянии покоя у взрослого человека от 60 до 100 ударов сердца в минуту. Чем лучше ваша физическая форма, тем меньше нагрузка на сердце, и в итоге частота сердечных сокращений может достигать 40 ударов в минуту. Каждый раз, когда этот орган делает небольшой толчок, он прогоняет по телу около 70 мл крови. Если ваш пульс в состоянии покоя составляет 80 ударов в минуту, то каждые 60 секунд сердце прогоняет 5,5 литров крови. Вы когда-нибудь задумывались, как быстро восстанавливается ваш организм после потери крови? В среднем, в нашем взрослом теле, ее около 4,7 литра. Когда один из них теряется, наш организм начинает усиленно работать, чтобы его восполнить. И это происходит быстрее, чем вы можете себе представить. В течение 24 часов потерянный объем восполняется, и уже через несколько недель мы как новенькие. Это происходит, потому что каждую секунду наш организм производит около 2 миллионов свежих эритроцитов, то есть 120 миллионов каждую минуту. Когда речь идет о лейкоцитах и тромбоцитах, процесс идет еще быстрее. Наш механизм дыхания тоже удивительный. Взрослые люди обычно делают от 12 до 20 вдохов в минуту. У младенцев, однако, этот показатель быстрее – от 30 до 60. Когда вы вдыхаете воздух, это требует усилий целой команды. Командный центр вашего мозга посылает сигналы диафрагме, приказывая ей распрямиться. Ваши ребра и мышцы живота подстраиваются, позволяя грудной клетке расширяться, втягивая воздух в легкие. Выдыхать становится немного легче. Использованный воздух выталкивается вашими эластичными легкими. Но когда вы прилагаете немного больше усилий, тогда в процессе выдоха вам помогают мышцы пресса. Когда речь идет о чтении, наш мозг способен ускорить этот процесс. Иногда, доходя до тысячи слов в минуту, Если посчитать, это означает, что ваш мозг может прочитать книгу в 300 страниц всего за 2,5 часа. Интересная особенность процесса чтения заключается в том, что наш мозг не обязательно делает это по прямой линии. На самом деле, наши глаза совершают уникальные движения, называемые сакадами. Это быстрые прыжки по тексту туда и обратно. Иногда это большой скачок, иногда крошечный прыжок. Они помогают нам быстро впитывать тонны информации и происходят несколько раз в секунду. Насколько большим или маленьким будет прыжок, зависит от того, насколько хорошо мы умеем читать и насколько хорошо знакомы с темой. Хотите узнать больше о самых разных темах, таких как наука, поп-культура или история? Не забудьте подписаться, чтобы всегда быть в курсе наших последних видео. Наша кожа – это самый большой орган, который у нас есть, и каждые 60 секунд происходит постоянное отмирание около 30 тысяч клеток. Большую часть времени мы даже не замечаем, но наше лицо и тело постоянно обновляют слои. Да, большая часть пыли в вашем доме – это вы сами. Свежие клетки кожи появляются на поверхности в течение месяца, и этот процесс ускоряется или замедляется с возрастом. В 60-летнем возрасте или даже позже обновление клеток может занимать до 8 недель, и такое скопление кожи делает цвет лица немного тусклым. К счастью, в наши дни существует множество средств, которые помогают справиться с сухостью кожи, например, увлажняющие средства и сыворотки. Вы не можете говорить, не используя язык. Точнее, технически можете, но большинство людей не поймут ни слова из того, что вы говорите. В любой день наш язык вместе с губами и зубами превращает горловые звуки в слова, которые имеют смысл. Сам язык гибкий и быстрый. Он способен произносить более 90 слов в минуту, используя при этом более 20 различных движений. Хотя мы можем издавать звуки без использования языка, он нам необходим для произношения согласных, таких как Т, Д, Л и Р. Или, если вы пират, РРР. Этот важный орган – та же причина, по которой попугаи так легко могут нас имитировать, Хотя большинство из них не понимает, что они говорят. У этих птиц толстый язык. И хотя у них меньше мышц, это помогает им довольно точно подражать человеческой речи. Поэтому будьте осторожны с тем, что вы говорите рядом с ними. Люди моргают от 15 до 20 раз в минуту. Не так уж и много. Но если посчитать, около 10% времени бодрствования мы проводим с закрытыми глазами. Многие годы ученые считали, что моргание служит единственной цели — сохранить глаза влажными. Именно для этого, кстати, мы и производим слезы. С помощью век они немного прикрывают глазное яблоко, предотвращая чувство зуда. Однако моргание — это нечто большее. Исследование, проведенное в прошлом десятилетии, показало, что когда мы моргаем, наш мозг нажимает кнопку мини-перезагрузки. Он отключает некоторые части, связанные со зрением и вниманием. А поскольку внимание влияет на восприятие времени, моргания могут быть для нашего мозга чем-то вроде путешествия во времени или коротким временем отдыха, если хотите. В среднем у людей возникает около 35 до 48 мыслей в минуту. Это зависит от множества факторов, например, от наших переживаний, чувств и даже от того, где мы находимся. Когда речь заходит о формировании мыслей, мы знаем, что клетки мозга могут общаться. Но как именно идеи появляются в нашем сознании, до сих пор остается загадкой. Наш мозг состоит из множества нейронов, этих удивительных клеток, передающих электрические заряды, чтобы общаться друг с другом. Именно нейроны выделяют в мозг химические вещества, называемые нейромедиаторами. Это как передача записок, которые создают электрические сигналы, и когда эти сигналы проходят через тысячи нейронов, в нашей голове словно волна возникают мысли. Каждый раз, когда вы перекусываете, вы подпитываете электростанцию, то есть ваше тело. Одна калория из пищи – это около 4200 энергетических единиц, называемых джоулями. Если вы съедаете 2000 калорий в день, то каждую минуту вы превращаете их почти в 6000 джоулей. И вот как все происходит. После того, как вы поели, пища проходит через рот, спускается в желудок и постепенно распадается на мелкие частицы в вашем кровотоке. Представьте себе крошечные грузовики, доставляющие кислород и другие полезные вещества к вашим клеткам. Внутри этих клеток находятся мини-заводы, называемые митохондриями. Они отвечают за превращение этих грузов в аденозин-трифосфат или АТФ. Это энергетическая валюта наших клеток. Она используется для создания новых клеток, помогает нам двигаться и даже посылать электрические импульсы другим клеткам. Что ж, все эти факты однозначно заставляют меня быть добрее к своему телу за все, что оно делает. А как насчет вас? Можете говорить громче? А то я только что съел целую пиццу. Оказывается, после плотного обеда наш слух становится хуже. В процессе пищеварения большая часть кровотока направляется к желудку. В следующий раз, когда пойдете на концерт любимой группы, съешьте что-нибудь легкое. Наряду с желудком и левой почкой у нас есть орган, который может восстановиться, если удалить его часть. Это печень. Она имеет способность к регенерации благодаря производству новых клеток, гипотоцитов, которые начинают размножаться при ее повреждении. От степени повреждения зависит, сможет ли печень восстановиться полностью и сколько на это уйдет времени. Как думаете, что хуже? Отсутствие сна или еды? Оказывается, недостаток сна опаснее, потому что, если вы не отдыхаете, тело подвергается гораздо большему риску. Через 24 часа без сна у вас могут начаться проблемы с памятью и концентрацией внимания. Уже через 17 часов вы будете чувствовать себя усталым, раздражительным и напряженным. Мне нужно вздремнуть. Болевые рецепторы становятся более чувствительными, и все неприятные ощущения усиливаются. Кстати, слух тоже ухудшается. Что-что? Кстати, вы можете спокойно провести 24 часа без пищи, прежде чем тело поймет, что вы перестали есть. В первые 8 часов вы будете переваривать то, что съели. После этого организм начнет использовать накопленные жиры для получения энергии. Если голодать больше суток, организм будет съедать собственный белок. Вы начнете терять мышечную массу. Пить дождевую воду небезопасно, потому что в ней могут содержаться бактерии и вирусы, а в сильно загрязненных районах даже токсичные вещества. К сожалению, некоторые люди на планете имеют доступ только к дождевой воде. Но есть ли у нее полезные для здоровья свойства? Судя по современным исследованиям, вряд ли. Некоторые вредные вещества исчезают после кипячения. Но на всякий случай лучше пить воду только из проверенных и безопасных источников. Пот помогает нам регулировать температуру тела и создает дополнительную влагу, например, на ладонях, если нам нужно что-то схватить. Но пот не просто так появляется на коже. Он выходит из примерно 5 миллионов пор на теле. Каждый день мы наступаем на четверть своих костей. В нашем теле чуть больше 200 костей, и около четверти находятся в маленькой и удивительной области, в ступнях. У нас по 26 костей в каждой стопе, то есть 52 кости в общем. Мы плачем, чтобы слезы могли защитить глаза от инфекций, убрать соринки, дым или пыль. Или если нас кто-то огорчил. Ну а знаете ли вы, что в год мы производим около 115 литров слез? Этого хватит, чтобы наполнить ванну. Ну и ну, кто бы мог подумать? Кровяное давление просыпается раньше нас на несколько часов, потому что утром организм вырабатывает много гормонов, например, адреналин и норадреналин. Они придают нам заряд бодрости, в котором мы так нуждаемся утром, но также повышают кровяное давление. Обычно с 6 утра и до полудня. Поскольку ночью мы спим и не занимаемся физической активностью, показатели кровяного давления падают на 20%. И снова о важных жидкостях. На кровь приходится около 10% общей массы тела. Мы привыкли думать, что вес нашего тела заставляют мышцы, запасы жира и кости. Но это не все. У здорового взрослого человека 15% общей массы тела приходится на кости. Мышцы составляют 40-45%, жировые отложения – около 15%, а остальное – это кожа, сухожилия, волосы и прочее. И все это в сумме составляет… Да, 100%. Ваши легкие не идентичные. У них разные весы и формы. Например, правая легкая больше левого. Все из-за сердца, которое немного наклонено влево. Из-за этого в левом легком образуется углубление, которое называется сердечным вдавлением. Правая легкая больше, но немного короче, чтобы освободить место для печени. Ей ведь тоже надо где-то жить. Многие параметры вашего тела совпадают. Если вы вытянете руки в стороны и измерите расстояние между ними, то получите свой рост. Основываясь на похожих измерениях, специалисты выдвигают предположения о том, как выглядели древние люди. Похоже, мы эволюционировали, чтобы стать симметричнее, казаться красивее и здоровее, и в результате привлекать партнеров. Более того, поскольку в процессе эволюции мы научились ходить на двух ногах, симметричность тела помогает нам тратить при движении меньше энергии, так как создает баланс. В области обоняния пальма первенства явно принадлежит не людям, но мы способны различать около триллиона запахов. Исследования этого феномена все еще идут, и ученые считают, что это число может быть выше. Некоторые породы собак способны различать запахи в 10 тысяч или даже 100 тысяч раз лучше, чем мы. Но оказывается, что лучшее обоняние в животном мире у слона. Все из-за огромного количества генов обонятельных рецепторов. Их больше 10 тысяч, а у людей и шимпанзе их меньше 400. Мы привыкли думать, что мизинцы – самые слабые пальцы, но они намного сильнее, чем кажется. Оказывается, если мизинец будет отсутствовать, или если его повредить, общая сила хватки уменьшится на треть. Жидкость в желудке, которая состоит из соляной кислоты, хлорида калия и хлорида натрия, намного агрессивнее, чем любая кислая пища, например, лимон, ананасы или помидоры. PH здоровой желудочной кислоты составляет от 1 до 3. Только представьте, это чуть ниже, чем у аккумуляторной кислоты. Наши волосы очень прочные, настолько, что специалисты работают над тем, чтобы передать их свойства искусственным материалам. Волосы на голове человека выдерживают суммарную нагрузку до 12 тонн. Все благодаря кератину, белку в волосах, который также содержится в ногтях и коже. Около трети населения планеты имеет идеальное зрение. Примерно 66% людей вынуждены носить очки или контактные линзы. Помимо разных особенностей глаз, ухудшение зрения связано с возрастом. При рождении голова составляет четверть от общей длины тела. К тому моменту, когда нам исполняется 25, голова составляет только одну восьмую часть. Все потому, что голова не особенно меняется в размере, когда мы становимся старше, в отличие от остального тела. Больше всего меняются ноги и туловище. Наш мозг – это сверхмощный компьютер. Одна его клетка может хранить в пять раз больше информации, чем вся британская энциклопедия. Точный объем данных, которые мы способны хранить, еще предстоит уточнить, но в информационных единицах объем памяти мозга составляет около двух с половиной тысяч терабайт. Для сравнения, Национальный архив Британии, который хранит больше девятисот лет истории, занимает всего семьдесят терабайт. Именно поэтому, в сравнении с другими органами тела, мозгу нужно очень много кислорода, около двадцати процентов от всего количества, поступающего в кровоток. И это несмотря на то, что он составляет лишь два процента массы нашего тела. Привычная деятельность плюс эффект гравитации заставляют хрящи лодыжек, коленей, бедер, спины и шеи медленно сжиматься. Но после ночного сна хрящ возвращается в нормальное состояние. Утром вы примерно на сантиметр выше, чем вечером. Не зря мы любим потягиваться. У вас столько же волос, сколько у обезьяны. Не хочу вас обидеть, но ваши отпечатки пальцев не уникальны. Вы лучше слышите, когда закрываете уши. Как считаете, эти утверждения правда или все-таки мифы? Когда человек лжет, его может выдать собственный нос. Что скажете, это правда? Да, исследователи из университета Гранада обнаружили, что когда человек говорит неправду, температура вокруг его носа и во внутренних уголках глаз повышается. Это явление получило название эффект Пиноккио. Как насчет такого? У людей на теле столько же волос, сколько у шимпанзе. Вы можете в это поверить? Удивительно, но и это правда. Количество волос у человека и шимпанзе или любой другой обезьяны нашего размера примерно одинаково. Разница лишь в том, что волосы на теле человека довольно тонкие и часто бесцветные. Из-за этого трудно заметить огромное количество волос. Ваши легкие идентичны. Звучит разумно, но так же. Это не более чем миф. Ваша левая легкая состоит из двух долей, а правая из трех. Кроме того, левая легкая немного меньше, иначе сердцу было бы тесно. Кстати, ваши легкие также содержат около двух с половиной километров дыхательных путей. Это больше половины расстояния между Нью-Йорком и Лос-Анджелесом. В легких также имеется более 300 миллионов альвеол, крошечных воздушных мешочков в форме шариков. Наверняка вы слышали, что морковь может улучшить зрение. Это правда или миф? К сожалению, это миф. Морковь также не подарит вам ночное зрение. Она действительно богата витамином А, который приносит пользу организму и защищает глаза. Но морковь не спасет вас от ношения очков, если они уже вам требуются. Некоторые люди чихают, когда смотрят на солнце. Так ли это? Это правда. Около 25% людей демонстрируют интересную реакцию на солнечный свет. Они чихают. У этого явления даже есть название световой чихательный рефлекс. Бритье волос на теле делает их темнее и гуще. Правда ли это? Не волнуйтесь, это всего лишь миф. Может показаться, что после бритья волосы на теле меняют толщину, скорость роста или даже цвет. Но это иллюзия. После бритья волосы отрастают с тупыми кончиками, поэтому выглядят более грубыми и темными, чем обычно. Но в скором времени они начнут выглядеть так же, как и до бритья. У вас уникальные отпечатки пальцев. А вот это должно быть правдой, да? Проблема в том, что ученые не могут доказать, что каждый набор отпечатков пальцев абсолютно уникален. Похоже, что утверждение правдиво, но проверить это невозможно. В теории можно найти людей с одинаковыми отпечатками, хотя шанс очень мал. У людей больше пяти чувств. Что это? Интригующий миф или реальность? Существует пять наиболее очевидных чувств. Зрение, обоняние, осязание, слух и вкус. Но как насчет термоцепции? Ощущение тепла. Ноцецепции, восприятие боли. Или восприятие своего тела, проприоцепции. Закройте глаза и потрогайте свой нос. Получилось? Это и есть проприоцепция в действии. Список может быть гораздо длиннее. Некоторые эксперты утверждают, что у человека от 21 до 53 чувств. Ваши пальцы сморщиваются, если провести много времени в воде ради вашей же безопасности. Это правда? Как вам кажется? Ученые считают, что так и есть. Но сначала о главном. Пальцы сморщиваются из-за сужения кровеносных сосудов. Когда вы долго находитесь в воде, ваша нервная система заставляет кровеносные сосуды сужаться. Тело оттягивает кровь от этого участка. В результате сосуды становятся тоньше. Кожа начинает складываться над ними, образуя забавные морщинки. Ученые не уверены на 100%, но предполагают, что этот процесс происходит для того, чтобы улучшить сцепление ваших мокрых рук и ног с поверхностью. Люди используют только 10% своего мозга. О, как бы я хотел, чтобы это был всего лишь миф. И это так. Очевидно, что каждый день вы используете почти 100% своего мозга. Этот орган активен все время, даже когда вы спите. Когда вы дремлете, лобная кора, отвечающая за мышления более высокого уровня и области, которые помогают вам чувствовать окружающую обстановку, продолжают выполнять свою работу. Для одних людей мир гораздо ярче, чем для других. Хм, да ладно. Это действительно так. В глазах обычного человека есть три вида колбочек. Эти колбочки помогают распознавать цвета в синим, красном и зеленом спектрах. Благодаря им большинство людей могут различать около миллиона оттенков. Но у людей с тетрахроматий в глазах четыре вида колбочек. Эта особенность позволяет им видеть до ста миллионов различных оттенков. Подобная аномалия зрения встречается крайне редко и у женщин она бывает чаще, чем у мужчин. Но знаете, что самое забавное? Большинство людей с тетрахроматий даже не подозревают, что видят мир ярче, чем другие. Иногда, закрыв уши, можно слышать лучше. Звучит странно, но вдруг это правда. Действительно, если вы находитесь в шумном месте, например, в клубе или на концерте, вам следует закрыть уши, чтобы лучше слышать своих друзей. Прижмите трагус, это покрытый кожей, заостренный хрящ перед ушным каналом, к ушному отверстию. Затем поверните это ухо в сторону собеседника. Вуаля! Вы можете отменить чихание, которое уже на подходе. Это было бы очень удобно, но, возможно, это просто миф. Это правда. Если вы не хотите чихать, нажмите пальцами на кожу на переносице. Когда вы это сделаете, мозг получит сигнал тревоги. Он немедленно затормозит все лишние процессы, включая рефлекс чихания. Хорошо, вы собираетесь досмотреть сезон любимого сериала сейчас, а то спаться потом. Но, возможно ли это? К сожалению, нет. Вы можете попробовать выспаться в выходные или дремать после обеда во время рабочей недели, но это не поможет. Ваше тело работает по-другому. Если накануне вы не спали или легли слишком поздно, попытка отоспаться потом не спасет ситуацию. Хуже того, слишком много сна заставит вас чувствовать себя вялым. У некоторых людей больше ребер, чем у других. Это миф? Нет, это правда. У большинства людей 12 пар ребер, то есть всего их 24, но у одного из 200 человек есть дополнительное 25-е ребро. Оно называется шейным и образуется у основания шеи над ключицей. Оно может расти слева, справа или даже с обеих сторон тела. Люди, у которых есть лишние ребра, чаще всего не догадываются об этом, потому что лишнее ребро редко формируется полностью и скорее напоминает тонкую ниточку ткани. в таком в таком случае вы не увидите его даже на рентгеновском снимке. Между обедом и купанием необходимо выждать хотя бы полчаса. Звучит разумно, но так ли это? Это просто миф. Утверждение основано на том, что после обильного приема пищи кровь приливает к желудку, чтобы помочь процессу пищеварения. В то же время мышцы не получают достаточного количества крови, что приводит к судорогам. Но на самом деле купание сразу после того, как вы что-то съели совсем не опасно. Кровь не перераспределяется настолько значимо, чтобы вызвать проблемы. Храп некоторых людей может быть громче, чем работающий кухонный прибор. Что вы думаете по этому поводу? В среднем человек храпит с громкостью не больше 60 децибел, что соответствует громкости разговора. Но иногда уровень шума может достигать 80 децибел, как у работающего блендера. Не у всех людей круглые зрачки. Может ли это быть правдой? Да, два человека из каждых 10 тысяч имеют зрачки необычной формы. Чаще всего они напоминают замочную скважину. Эта аномалия называется колобома. У некоторых людей с этим состоянием нет никаких проблем со зрением. Не хочу вас шокировать, но каждую секунду ваш организм создает 25 миллионов новых клеток. Это означает, что примерно за 15 секунд вы произведете больше клеток, чем живет людей в США. Подумайте об этом в следующий раз, когда вам покажется, что вы недостаточно продуктивны. На наш мозг приходится всего 2% массы тела, но он потребляет 20% крови кислорода. Наш мозг также может вырабатывать энергию, достаточную для питания лампочки, когда мы бодрствуем. Вы когда-нибудь задумывались, какой орган у человека самый большой? Это кожа, и она наиболее толстая, на ладонях и подошвах ног. Знаю, я тоже ненавижу вытирать пыль, но вы частично ответственны за пыльный слой на экране телевизора. Человек сбрасывает около 600 тысяч частиц в вашем доме состоит именно из них. Так что да, мы довольно чешуйчатые. В наши дни это считается признаком красоты, но причина, по которой люди рождаются с аркой Купидона на губах, на самом деле весьма интригующая. Черты лица начинают развиваться еще до рождения, и арка Купидона это место, где словно застегивается на молнию наше лицо, его правая и левая стороны. У людей это не так заметно, но если вы посмотрите на нос собаки, то увидите прямую вертикальную линию прямо под ноздрями. Все верно, у собак тоже есть такая молния. Знаете ли вы, что при рождении у вас было больше костей, чем сейчас? При рождении у нас около 300 костей, но с возрастом некоторые из них срастаются. Поэтому во взрослой жизни у нас остается около 200 костей. Хотя формально зубы являются частью скелетной системы, на самом деле это не кости. Они выглядят примерно одинаково и имеют некоторые общие характеристики. Например, это самые твердые элементы в человеческом теле. Кроме того, и зубы, и кости содержат кальций. Если точнее, около 99% всего кальция содержится в костях и зубах. Остальной кальций находится в крови. Так в чем же тогда различие, спросите вы? В том, как кости и зубы восстанавливаются и как о них нужно заботиться. В то время как кости могут восстанавливаться и заживать самостоятельно, зубы не способны на это. Вот почему у нас есть стоматологи. У нас есть не только уникальные отпечатки пальцев, наши языки тоже единственные в своем роде. Исследования показали, что около 10 тысяч вкусовых рецепторов на наших языках расположены по уникальной схеме, характерной для каждого из нас. Около 80% того, что вы считаете вкусом, на самом деле является запахом. Комбинация вкуса и запаха, которую мы воспринимаем, и есть то, что мы называем вкусом. Возможно, дело в том, что наше обоняние примерно в 10 тысяч раз сильнее, чем чувство вкуса. В следующий раз, когда будете слушать любимую песню, обратите внимание на биение своего сердца. Вы слышите это? Да, это так, при прослушивании музыки сердцебиение синхронизируется с ритмом песни. А что касается вашего сердца, то если вам интересно, оно бьется в среднем 75 раз это означает, что за год человеческое сердце может перекачать достаточно крови, чтобы заполнить бассейн олимпийского размера. А если бы вы последовательно соединили все свои кровеносные сосуды, то смогли бы обогнуть Землю 4 раза. Но это было бы довольно болезненно, так что даже не пытайтесь. Мы единственный вид на планете, у которого есть подбородок. В научном сообществе до сих пор ведутся споры на эту тему, но, похоже, одна из его задач сделать наши челюсти сильнее. По мере эволюции человека его зубы и мышцы челюстей становились все меньше и меньше. Поэтому было нужно что-то, что помогло бы увеличить сопротивление челюстей. Прозрачная часть глаза называется роговицей, и она позволяет свету проходить насквозь. Это также единственная часть вашего тела, которая не связана с кровеносной системой. Почему? Потому что она спроектирована так, чтобы получать кислород прямо из воздуха. Если изъять весь жир, содержащийся в теле здорового человека, его хватит на изготовление семи брусков мыла. Кроме того, за всю жизнь мы вырабатываем достаточно слюны, чтобы заполнить два плавательных бассейна. Да уж, не слабо. Вы когда-нибудь задумывались, сколько мы съедаем за всю свою жизнь? Я избавлю вас от подсчета. Человек среднего роста съедает почти 33 тонны пищи в течение жизни. С чем бы это сравнить? Например, с весом шести взрослых слонов. Каждый из нас в среднем носит в своем теле около двух килограммов бактерий в любой момент времени. Но не стоит сразу бежать к врачу. Большинство этих бактерий полезны и выполняют определенные функции в человеческом организме, помогая пищеварительной и иммунной системам. Если вы хотите получить точное представление о своем росте, обязательно измеряйте его утром. После пробуждения вы на сантиметр выше, чем к вечеру. Поверьте, это не волшебство. Просто в течение дня мягкие хрящи между костями позвоночника сжимаются и уплотняются, в результате чего вы постепенно становитесь ниже. Мы знаем, что в нашем теле движется некая энергия. Значит, мы действительно излучаем небольшое количество света. Он слишком слаб для наших глаз, но поверьте, вы светитесь прямо сейчас. Юморист и писатель Марк Твен однажды сказал, человек – это единственное животное, которое краснеет или при определенных обстоятельствах должно краснеть. Это правда. Но не все люди могут краснеть, а те, кто может, краснеют в разной степени. Есть ли у этой особенности какая-то эволюционная причина? Похоже, что есть. Румянец – это способ общения без слов, так же, как собаки виляют хвостом, когда они счастливы или возбуждены. По сути, покраснение кожи можно перевести как «я смущен». Аналогично тому, как мы дрожим, когда нам холодно. Если бы человеческий глаз был фотоаппаратом, он бы имел около 576 мегапикселей. Наше видение мира меняется на протяжении жизни. Сразу после рождения мы видим мир вверх ногами. Наш мозг запрограммирован на то, чтобы переворачивать изображение, сформированное на сетчатке выпуклым хрусталиком глаза. Но он учится этому не сразу после рождения. Возможно, вы не пропускаете тренировки и любите поднимать веса. Но самая сильная мышца в человеческом теле не входит в список тех, над которыми вы работаете. Она находится в ваших челюстях. Челюсти человека устроены примерно как щипцы для орехов. Зачем? Чтобы мы могли делать мощные укусы, затрачивая как можно меньше энергии. Самая быстрая мышца находится в глазах. Не зря мы говорим в мгновение ока о том, что происходит очень быстро. Знаете ли вы, что ваш нос имеет встроенную функцию перезагрузки? Она запускается, когда вы чихаете. Чихание это способ вашего носа избавиться от всех плохих частиц, которые он успел вдохнуть. И это совершенно естественно. Вы думали, что мизинец это что-то слабое и практически бесполезное? На самом деле на него приходится около 50% силы вашей руки. Мы до сих пор не выяснили, почему люди зевают. Мы не единственные существа, которые это делают. Бабуины, морские свинки и даже сиамские бойцовые рыбки зевают, чтобы убедить других животных держаться подальше. Пингвины, похоже, зевают во время ритуалов ухаживания, а змеи иногда зевают после хорошего обеда. Я завидую этой змее. По одной теории это помогает нам получить больше кислорода, по другой регулировать температуру тела. Однозначного ответа пока нет. Уши и нос единственные органы, которые продолжают расти на протяжении всей нашей жизни. Наши глаза остаются более или менее одинакового размера по мере взросления. Роговица глаза достигает своего полного размера к трехмесячному возрасту. Никто точно не знает, для чего людям нужен аппендикс. Некоторые ученые считают, что он помогал нашим предкам переваривать жесткую кору деревьев и прочую пищу. К счастью, сейчас наш рацион питания более сбалансирован, поэтому и исчезновение аппендикса на нас никак не отразится. Еще одна бесполезная деталь нашего организма – зубы мудрости. Да, когда стоматологов еще не существовало, они были очень полезными, но сейчас люди прекрасно обходятся без них. Если вы рискнете полететь в космос, ваш мозг увеличится там примерно на 2%. В условиях нормальной гравитации кажется, что когда вы стоите, жидкость в мозге движется вниз, но этому препятствует микрогравитация, из-за чего жидкость скапливается в мозге и черепе. Когда вы стареете, мозг становится меньше. К 75 годам он уже намного меньше, чем был в 30 лет, а уменьшаться мозг начинает, когда вам исполняется 40. Это случается с каждым, поэтому просто помните об этом и тренируйте память и смекалку. Если вы внимательно посмотрите на свои глаза, то увидите маленький розовый круг в уголках. Это третье веко, которое бесполезно для нас, но важно для животных. Например, у птиц оно служит защитой от пыли и мусора. Наверняка вы слышали о естественном отборе. Если кратко, во время этого процесса части тела сохраняются во многих поколениях, но некоторые из них вредны, поэтому вытесняются в следующем поколении, а другие безобидные остаются, как, например, с годами уменьшается не только ваш мозг, но и все тело. Кости становятся более хрупкими, позвоночник сжимается. Кстати, есть и обратный процесс. Когда вы спите, кости тоже отдыхают, поэтому на утро вы просыпаетесь немного выше, чем были вечером. Уши помогают нам не только слышать, но и сохранять равновесие. Наш вестибулярный аппарат расположен во внутреннем ухе, а в его каналах содержится жидкость и крошечные вам сохранять равновесие. Кстати, о волосах, только некоторые части тела не покрыты ими. Это ладони, подошвы ступней и губы. Волоски есть даже на пупке. Они нужны для того, чтобы задерживать ворс, и мои с этим отлично справляются. И не только ворс. Внутри наших пупков находится целый мир, в котором обитают около 70 разных видов бактерий. Некоторые из них можно найти в почве Японии. А есть те, которые живут за полярным кругом. Необъятная территория для экспедиции. Вы состоите из себя только на 43%. Больше 50% населяют микроорганизмы, которые постоянно живут в основном в кишечнике. Но даже с учетом того, что ваших клеток меньше, чем клеток микробов, их около 100 триллионов. Кстати, ваши гены составляют меньше половины того, из чего вы состоите. Если взять всех микробов, которые в вас живут, и сосчитать их гены, получится от 2 до 20 миллионов генов их комбинаций. Если вы спите, что очень полезно, это еще не означает, что спит весь организм. Иногда во время сна мозг работает еще активнее, чем когда вы бодрствуете. Он обрабатывает множество информации, а чтобы сделать отчет, нужно время. Вот что действительно спит вместе с вами, так это ваш нос. Во время сна вы не будете чувствовать никакие неприятные запахи, потому что обоняние отключается. И если в комнате будет плохо пахнуть, поверьте, вас это не побеспокоит. Раньше ученые считали, что мы различаем около 10 тысяч запахов. Неправда. Недавние исследования доказали, что человек способен определять больше триллиона. Мы помним запахи лучше, чем что-либо, и они могут вызывать давние воспоминания. Кстати, наши самые яркие и эмоциональные воспоминания зачастую неправдивы. Так работает центральная память. Она дает нам уверенность в том, что все, что мы помним, происходило на самом деле, даже если это не совсем так. Вы не против, если я назову вас млекопитающим? Так вот, из всех млекопитающих только люди могут ходить на двух ногах всю жизнь. Конечно, кенгуру и гориллы тоже так двигаются, но кенгуру используют хвост как третью ногу, а гориллам сохранять равновесие помогают длинные руки. Ваши кости тоже принимают участие в метаболизме. В основном они состоят из кальция, и когда в крови этого элемента недостаточно, кости начинают его выделять, чтобы сбалансировать состояние организма. И наоборот, если кальция в крови слишком много, он уходит в кровь и хранится там. Наш рост, форма тела и цвет кожи во многом зависят от того, где жили наши предки, но мы можем адаптироваться к новым условиям даже на протяжении жизни. Если вы перебираетесь с равнин в горы, у вас в крови образуется больше эритроцитов, которые компенсируют недостаток кислорода. А если вы смените холодный климат на теплый, ваша кожа понемногу будет менять цвет, чтобы адаптироваться. Клетки программируют длительность нашей жизни. Они постоянно обновляются и делятся, но существует некий таймер, который в один момент останавливается. Некоторые клетки прекращают образовываться раньше, чем другие. В среднем клетки прекращают делиться, когда нам исполняется сто лет. Жировая ткань помогает нам сохранять тепло, энергию и амортизирует удары. Больше всего жира расположена в области талии, поскольку именно там находятся важные внутренние органы. Если с вами что-то случится, слой жировой ткани может защитить их от серьезных повреждений. Череп это не одна кость, он состоит из 22 частей, большая часть из которых защищает ваш мозг. Только нижняя челюсть крепится к голове при помощи ткани и мышц. Именно поэтому вы можете двигать ею как захотите. А самая маленькая кость в теле находится внутри уха. Она называется слуховой косточкой, а ее размеры не превышают зернышко риса. Самые сильные мышцы в вашем теле находятся не на руках или ногах, а на голове. Жевательная мышца нужна нам для того, чтобы нормально есть. А знаете ли вы о мускулах, которые позволяют двигать ушами? Они называются височными мышцами и тоже помогают нам в процессе жевания. Еще у нас есть две очень быстрые мышцы. Они контролируют то, как мы закрываем глаза. На самом деле это самые быстрые мышцы нашего организма. глаза – очень уязвимая часть тела, которая нуждается в защите. Когда срабатывает рефлекс, мышцы закрывают глаза меньше, чем за десятую долю секунды. Мы распознаем только багрово-синий, желто-зеленый и желтовато-красные оттенки. Все остальное – их комбинации. Невозможно сосчитать, сколько оттенков может видеть человек, потому что у каждого из нас разное зрение. Но в среднем это около миллиона комбинаций. Вместимость нашего желудка впечатляет. В него может войти почти два литра жидкости. Это большая бутылка кока-колы. Трудно сказать, сколько твердой пищи может поместиться в желудке, потому что сначала вы ее пережевываете. Может быть, целая индейка туда и не поместится, а вот большая курица – вполне. Моя бабушка всегда говорила, что место для мороженого всегда найдется. А теперь скажите, где же находится желудок с колой, курицей и мороженым? Если вы указываете на живот, то ошибаетесь. Желудок находится между вашими ребрами, а в животе находится кишечник. Некоторые люди видят цвета как буквы и цифры или слышат их. Те, кто живет ближе к полярному кругу, могут назвать разные оттенки снега, потому что они видят его постоянно. Для других он просто белый. В некоторых языках есть только общие названия цветов. Например, темный обозначает холодные оттенки, такие как черный, синий и зеленый. А такие цвета, как белый, красный, оранжевый и желтый, называются теплыми. Ваш глаз обрабатывает больше вариаций теплых цветов, чем холодных. В Австралии есть племя, которое описывает текстуру, назначение предмета и то, как он чувствуется, вместо цвета. У них вообще нет названий для цветов. У кондоши, живущих на берегу реки Амазонки в Перу, нет слова, которое бы описывало само понятие цвета. Вместо этого для описания желтого цвета будет использовано название какой-нибудь желтой птицы. Любой спелый фрукт будет обозначать красный цвет, а недозрелый – темно-зеленый. Многие люди с возрастом теряют способность воспринимать некоторые цвета. Примерно к 70 годам их глазные линзы становятся желтоватыми. Этот естественный желтый фильтр, через который они смотрят, не позволяет им отличить синий цвет от фиолетового, а желтый – от зеленого. Половина вашего мозга заточена на обработку визуальной информации. Гораздо меньшая часть остается для восприятия вкуса. Вот почему цвет еды или напитка может усиливать или подавлять аппетит. Вы всегда выберете красное яблоко. Ваш мозг воспринимает его как самое сладкое и спелое. В природе нет продуктов синего цвета, поэтому они меньше привлекают вас. Вот почему установка синей лампы в холодильнике или использование синих тарелок – отличный способ есть меньше. Вы всегда будете выбирать более яркие фрукты и овощи, потому что они ассоциируются с более насыщенным вкусом. Съедая их, вы чувствуете себя счастливее. Желтый цвет может повысить ваш аппетит, поскольку он ассоциируется с энергией. Белый цвет может заставить вас съесть больше. Все потому, что белая пища кажется более безвредной с точки зрения калорийности. Если вы едите из белой тарелки, вы, скорее всего, съедите больше, поскольку еда выглядит для вас приятнее. Ваш мозг также запоминает цвет упаковки продуктов. Если вы положите чипсы с солью в упаковку с сыром и луком, вы можете даже не заметить разницы во вкусе. Компании, производящие продукты питания, знают, что вы съедите больше, если товар будет разных цветов и вкусов. Красный цвет придает вам сил для физической работы. Желтый делает вас счастливее и увереннее. Зеленый приносит гармонию в офисную среду. Ваши глаза также любят этот цвет. Им не нужно время, чтобы привыкнуть к нему. Оранжевый дает вам ощущение комфорта и тепла. Поэтому он идеально подходит для комнаты отдыха. Птицы, рыбы и многие млекопитающие видят весь цветовой спектр во всем его великолепии. Так же, как и люди. Для некоторых животных распознавание цветов крайне важно. Без него они не смогут отличить спелый красный фрукт от недозрелого зеленого. Всякий раз зевая, мы задействуем мышцы рта и языка и можем ненароком сжать железы, вырабатывающие слюну. В результате мы выпускаем крошечную струйку слюны, даже не заметив этого. У меня был друг, который мог контролировать это. Оказывается, слюна – это отфильтрованная кровь. Кровь поступает в слюнные железы и насыщается определенными веществами. Так она превращается в слюну. Люди с рыжим цветом волос составляют 1% всех людей. 2% – это натуральные блондины. Большинство людей с таким цветом волос красят их. Черный – самый распространенный цвет волос в мире. На вашу память влияет положение вашего тела. Например, вы быстрее вспомните ситуацию, когда махали кому-то рукой, если помашете еще раз. Большинство ученых сходятся во мнении, что слезы, появляющиеся от эмоций, – это уникальная особенность человека. Ни одно другое животное не способно плакать от грусти или радости. Зрачки сужаются и расширяются, чтобы контролировать поступающий свет. Если света много, они сужают проход для света, чтобы не навредить глазам. В темноте зрачки расширяются, чтобы захватить как можно больше света. В языке много мышц, и некоторые из них могут напрягаться только при изучении нового языка. Укус человека почти всегда будет инфицированным. Из-за бактерий, которые живут у нас во рту. В этом смысле мы очень близки к гиенам. Ваши кости предназначены для ежедневного использования, и некоторые из них могут выдерживать в два или даже в три раза больше веса вашего тела. Это впечатляет, но ваши зубы еще сильнее. Даже если вы чистите зубы дважды в день и никогда не забываете о полоскании рта, ваш рот все равно остается одной из самых грязных частей человеческого тела. Фу! Миллионы бактерий живут внутри него. Хорошая новость заключается в том, что большинство из них полезны для организма и защищают его от плохих бактерий. Утром вы выше, чем вечером. Во время сна на вас не действует сила тяжести, и ваш позвоночник вытягивается. Жаль, но днем вы становитесь короче. Американские горки подбрасывают ваши органы. Когда вам кажется, что ваш живот падает вниз, на самом деле он переворачивается внутри тела. Вы думаете, что отпечатки пальцев единственная уникальная вещь в вашем теле? Это не так. Отпечатки вашего языка и ваш запах тоже уникальны. Если кто-то обнюхивает вас, это повод насторожиться. Если все ваши кровеносные сосуды вытянуть в одну линию, было бы больно. Но она обогнула бы землю более двух раз. Звучит впечатляюще, но вы это не увидите, потому что вы не выживете без кровеносных сосудов. Зубная и головная боль связаны между собой благодаря тройничному нерву. Он проходит через челюсть прямо к голове, поэтому когда вы чувствуете зубную боль, она обычно сопровождается головной. Вы теряете калории, занимаясь буквально чем угодно. Например, восьмичасовой сон заставляет вас потерять до 800 калорий. И да, вы тратите энергию даже во время еды. Человек может обходиться без еды более 20 дней. Однако, если вы не будете спать в течение 10 дней, ваш организм просто перестанет функционировать. В среднем человек забывает 90% своих снов. Это хорошо, иначе представьте, каким бы безумным был мир. На цвет ваших снов влияет телевизор, который вы смотрели в детстве. Если вы принадлежите к старшему поколению, которое смотрело черно-белое телевидение, то, скорее всего, будете видеть монохромные сны. А если вы привыкли к цветному телевидению, то и ваши сны будут цветными. Из каждых 10 тысяч человек на Земле у одного органа расположены зеркально или перевернуты по сравнению с их обычным положением. То есть печень у них будет с левой стороны, а правая почка немного выше левой. Люди со светлым цветом глаз, голубым или зеленым, лучше переносят боль, чем люди с темными глазами. Ученые считают, что это может быть связано с меланином, который влияет на цвет глаз. Длина вашей стопы равна длине предплечья. Можете проверить. Я подожду здесь. У человека семь основных отверстий в теле. Рот, уши, нос, глаза и, знаете, низ. Привет австралийцам! Мы также представляем собой торус, если вы разбираетесь в геометрии. Человеческое кольцо, пончик, спасательный круг или даже бублик. Ммм, вкуснятина. Но если также учитывать поры на вашей коже, то можно насчитать миллионы отверстий. Триллионы, скорее всего. Святая корова. Мы дырявые. Наши тела испускают тепловое излучение в виде крошечного количества света. Он в тысячу раз менее заметен, чем обычный свет. Вдохните глубоко через нос. Воздух проходит только через одну ноздрю за раз. И наши ноздри делают это по очереди. Наш мозг сообщает нам, когда нашему телу больно. Но сам он не чувствует боли. В мозге нет болевых рецепторов. Ощущение, что ваш желудок поднимается, это то, что происходит на самом деле. Каждый человек имеет уникальный запах, за исключением однояйцевых близнецов. У них одна и та же ДНК и один и тот же запах. Наши отпечатки пальцев нужны не только для того, чтобы опознать нас в полиции. Они позволяют коже растягиваться для предотвращения повреждений и улучшают осязание. Когда вам страшно, вы можете стать намного сильнее, чем обычно. Да, вы не поднимете машину, но не так быстро почувствуете боль или усталость. Наша кожа – самый большой и быстрорастущий орган. Это водонепроницаемый, но дышащий барьер, который защищает нас от внешнего мира. Регенерация кожи помогает регулировать температуру тела и уменьшает потерю влаги. Кроме того, в нашей коже вырабатывается меланин – естественный пигмент, который блокирует ультрафиолетовое излучение. Потовые железы помогают нам регулировать температуру тела во время ходьбы на большие расстояния в разных условиях. На теле человека находятся от двух до пяти миллионов потовых желез. И чем человек активнее, тем больше они выделяют пота. В теле есть механизм, который распознает, что ему пора остыть, чтобы продолжать тренировку. Дыхание – это не только перемещение воздуха внутрь и наружу. Оно напрямую влияет на форму вашего лица. Если дышать через нос, то со временем у вас появятся четко очерченные скулы. Это также сделает ваше лицо более широким, потому что язык при этом давит на челюсть. Если дышать через рот, то у языка не будет места для отдыха. И со временем это также изменит структуру лица. Оно может стать более узким, и скулы не будут сильно выделяться. Кроме того, когда люди дышат ртом, они склонны чуть откидывать голову назад. Это увеличивает объем мозга в задней части черепной коробки и меняет осанку, а также форму шеи и лица. Миллениалы или люди, родившиеся между 1981 и 1996 годами, более забывчивы, чем люди старше. Основная причина их забывчивости кроется в более высоком уровне стресса. Так что берегите нервы. Наше левое легкое меньше правого, потому что оно делит пространство с сердцем. У людей нет таких больших зубов, как у тигровой акулы, и у нас их не так много. Несмотря на то, что зубы акул покрыты прочной эмалью, они не крепче наших. Специальные белки в наших зубах предотвращают их растрескивание, и мы их не теряем, в отличие от акул. Их зубы не крепятся корнями к деснам, как у людей, поэтому они теряют примерно по одному зубу каждую неделю. Вы когда-нибудь задумывались, почему у нас есть ногти? Они состоят из кератина – белка, который можно найти в мехе, когтях, копытах и волосах. В отличие от когтей, наши ногти плоские и широкие. Они защищают от травм кончики наших пальцев на руках и ногах. Кроме того, благодаря ногтям у нас есть жесткая основа, которая помогает нам в повседневной жизни. Например, отклеить наклейку от подложки или собрать пазл. Человекообразные обезьяны тоже используют свои ногти для разных задач. Ученые полагают, что у приматов развились ногти, чтобы хвататься за ветки, удалять клещи и делать другие подобные вещи. Человеческое тело светится в темноте, а это значит, что все мы немного биолюминесцентны. Но этот свет в тысячу раз слабее, чем могут увидеть наши глаза. Впрочем, животные его видят. Наши глаза очень чувствительны. Однако это трудно проверить из-за того, что нас постоянно окружает свет. Человеческие клетки составляют всего 43% общего количества клеток в нашем организме, а все остальное – это микробы. Это значит, что в основном мы состоим из бактерий и грибков и, по сути, представляем собой смесь ДНК кишечных микробов и нашей ДНК. Организм человека содержит 65% кислорода. А еще в нашем организме есть литий, кобальт, золото, уран и даже радий. В среднем люди зевают по 20 раз в день. Обычно это происходит спонтанно, например, при усталости, а иногда из-за того, что кто-то зевает рядом. Ученые полагают, что причина в феномене под названием «зеркальное отражение». Обычно, когда животные подражают другим, они признают это действие полезным. С людьми происходит то же, когда кто-то скрещивает ноги, улыбается или зевает. Горячий кофе явно вкуснее холодного. А все потому, что наши вкусовые рецепторы лучше распознают пищу комнатной температуры или чуть выше. Горячий кофе кажется менее горьким, потому что рецепторы, которые улавливают горечь, более чувствительны к холодному. Вы знали, что без мизинца наша рука потеряла бы значительную часть силы? Указательные средние пальцы взаимодействуют с большим пальцем, чтобы хватать и отщипывать. А мизинец с безымянным пальцем обеспечивают прочность захвата. Наши кости в 4 раза тверже бетона. Самая крепкая кость в теле человека – бедренная. Она выдерживает вес в 30 раз превышающий вес взрослого человека. Наши кости состоят из композитного материала. Это значит, что они твердые и эластичные одновременно. Наружный слой нашей кожи на ногах толще, чем на других частях тела. Сердце имеет собственную электрическую систему и может продолжать биться, даже когда оно отключено от тела. Средняя продолжительность жизни волоска на брови составляет 4 месяца. Мы проводим 40% жизни с закрытыми глазами. Большую часть этого времени мы спим. А еще мы моргаем. У взрослого человека кровь составляет 7-8% общей массы тела. Около 55% нашей крови – это жидкая плазма, а остальное – красные и белые кровяные тельца. И тромбоциты, которые образуют сгустки и предотвращают кровотечение. Невозможно глотать и дышать одновременно. Пища, которую мы глотаем и воздух, которым мы дышим, сначала попадают в одну и ту же часть горла, а дальше проход разделяется на пищевод и трахею. Урчащие звуки, которые издает наш желудок, когда мы голодны, называются барбаригмами. Примерно треть людей умеют поднимать одну бровь – левую или правую. Отличный способ послать кому-то сигнал, рассказывая шутку. Но способность поднимать обе брови поочередно встречается гораздо реже. Если это не ваша суперспособность, значит вы не умеете контролировать нужные мышцы. Но этот навык можно развить. Встаньте перед зеркалом, зажмите рукой одну бровь, а другую поднимайте вверх и вниз. А затем проделайте то же самое с другой бровью. Это поможет вам научиться поднимать их поочередно. Если вы можете лизнуть свой локоть или коснуться большим пальцем предплечья, поздравляем, такие как вы – редкость. Правда, некоторые выводят гибкость на новый уровень. Гипермобильность суставов позволяет скручивать свое тело в необычные позы. Класть голову между ног, делать мостик назад и садиться на шпагаты. Но иногда этот синдром является причиной повышения чувствительности из-за увеличенного продолговатого мозга, который отвечает за обработку эмоций. Некоторые бесстрашные герои могут гулять зимой в одних планах. Стоять на снегу босиком и даже купаться в реке или проруби. Обычно это не врожденная способность. Чтобы выдерживать экстремальный холод, нужно закаляться годами. Конечно, так делают не только для того, чтобы выглядеть круто. А вы чувствуете щекотку, когда щекочете сами себя? Обычно так не бывает, если только вас не пощекочет кто-то другой. Дело в том, что мозжечок, который отвечает за координацию движений, предсказывает ощущения, вызванные нашими движениями. Затем он посылает сигнал другим частям нервной системы, чтобы отменить эти ощущения. Но есть люди, которые могут щекотать себя сами. Если вы к ним не относитесь, попробуйте прикоснуться к чему-то с непривычной текстурой, которую мозг еще не распознает, или используйте массажер для кожи головы. Встаньте перед зеркалом, откройте рот и попробуйте сложить язык трубочкой. На это способны от 65 до 81% людей, и большинство из них – женщины. Некоторые считают, что это генетическая способность, но исследования показали, что этот навык можно развить. Хичари мудра – это практика в йоге, которая заключается в том, чтобы поместить язык в полость носа и выше. А вы умеете шевелить ушами? Лишь 22% людей на Земле умеют шевелить одним ухом, а 18% умеют двигать обоими ушами одновременно. Но для наших далеких предков это было обычным делом. Ученые полагают, что они даже могли двигать ушами в разные стороны. Люди уже давно не используют свои ушные мышцы. Но некоторые утверждают, что двигать ушами может научиться каждый. Для этого требуется лишь время и практика. К сожалению, мы никогда не сможем научиться поворачивать ухо в сторону источника звука, как это делают собаки и кошки. Давайте поговорим о хвостах. Иногда люди рождаются с хвостом. Ученым известно около 25 подтвержденных случаев. Те, кто родился с хвостом, не получают никаких реальных преимуществ. Хвост немного поддерживает равновесие, но на это способен и копчик. Он просто присутствует и все. В нем нет костей, он состоит только из нервов, сосудов и мышц. Вы считаете себя привередливым едоком? Вам кажется, что кориандр на вкус как мыло, а ананас в пицце вызывает отвращение? Правда? Возможно, вы относитесь к супердегустаторам. До 30% людей считаются супердегустаторами и испытывают особое удовольствие или разочарование от еды. Пища, которая кажется горькой супердегустатору, может казаться сладкой обычным дегустатором, к которым относится 40% населения. Еще 30% обладает сниженной чувствительностью к вкусам. Возможно, они еще просто не вошли во вкус. У подавляющего большинства людей примерно у 79% населения Земли карие глаза. Когда-то пигментация глаз была только такой. Пока примерно 6-10 тысяч лет назад люди не мигрировали в Северную Европу, произошла мутация, которая помогла глазам адаптироваться к изменению освещения. Голубые глаза стали одним из самых распространенных вариантов мутации, и сейчас всех голубоглазых людей можно проследить до одного предка из Европы. Его звали Чедвиг Абернати, и он работал грузчиком валунов на строительстве Стоунхенджа. Ладно, это шутка. Сегодня голубые глаза примерно у 10% человеческой популяции. На янтарные и ореховые глаза приходится по 5%, на серые — 3%. А самым редким цветом глаз, зеленым, могут похвастаться всего 2% людей. Еще более редкое явление — гетерохромия радужки, когда глаза имеют разный цвет. Гетерохромия передается по наследству и зависит от разных генетических факторов. Этот невероятный признак есть только у 1% человеческой популяции. Есть ли у вас небольшое отверстие в передней части уха над слуховым проходом? Это преаурикулярная ямка. В течение первых 6 недель развития эмбриона задолго до рождения формируется ушная раковина — наружная часть уха. Преаурикулярная ямка образуется, когда ушная раковина не полностью срастается, что происходит менее чем у 1% людей. Есть предположение, что это остаток жабр, которые когда-то были у наших морских предков, но эта теория ничем не подтверждается. Если вы можете облезать свой локоть или дотронуться большим пальцем до предплечья, поздравляю, вы довольно гибкий. Но некоторые люди выводят гибкость на новый уровень. Это состояние называется гипермобильностью. Оно позволяет людям скручивать свои тела в странные позы, подобно змеям, класть голову между ног, делать мостик и легко садиться на шпагат. Но в некоторых случаях гипермобильность может повышать чувствительность, потому что у таких людей больше продолговатый мозг. Эта область мозга отвечает за обработку эмоций. 90% людей правши, и только 10% левши. Да, все сходится. Но есть еще очень небольшой процент тех, кто может одинаково хорошо пользоваться обеими руками, включая письмо, рисование и выполнение любых задач. Амбидекстры составляют всего 1% населения. В мире их около 70 миллионов. Если хотите проверить, относитесь ли вы к их числу, попробуйте написать одну и ту же фразу обеими руками или нарисовать круг сначала правой, а потом левой рукой. Если разницы нет, поздравляем. Кстати, эти упражнения помогают уравновешивать полушария мозга, независимо от того, какая рука у вас доминирует. А если у вас три руки, об этом в другом видео. Ногти быстрее растут на доминирующей руке. Другими словами, если вы пишете правой рукой, то вам придется чаще подстригать на ней ногти. Ногти также растут быстрее летом и днем. Ваш скелет полностью обновится в течение 10 лет. Да, без хирургического вмешательства. Взрослый человек использует около 200 мышц, чтобы сделать всего один шаг. Так что не говорите мне, что я недостаточно тренируюсь. Каждую минуту ваше тело сбрасывает более 3000 клеток кожи. Это почти 200 тысяч клеток кожи в час и более 4 килограмма в год. Похоже на простой способ сбросить вес. И не волнуйтесь, в любой момент времени у вас остается около 3 миллионов клеток кожи. Кроме того, ваша кожа полностью обновляется каждые 28-30 дней. Печень – единственный орган человека, который может полностью регенерировать. Всего 25% первоначального веса печени могут вернуться к своему полному размеру. Некоторые люди слышат, как их глазные яблоки двигаются внутри глазниц. Эммм, наверное, это неприятно. В отличие от других частей тела, уши и нос никогда не перестают расти. Ничего себе! Кожа морщится, когда вы долго находитесь в воде. Но не потому, что впитывает воду. Когда ваше тело мокрое, сморщенные пальцы рук и ног обеспечивают вам лучшее сцепление, прямо как новые протекторы на автомобильных шинах. Ваши глаза – удивительный инструмент. Они могут различать 10 миллионов различных цветов. Даже в состоянии покоя ваш мозг потребляет более 20% энергии тела. Когда вы спите, он потребляет почти столько же энергии, сколько и в состоянии бодрствования. При этом он сжигает около 330 калорий в день. У взрослого человека около 25% всех костей находятся в ступнях. Большинство из них крошечные, но крайне важные. Если эти кости не в порядке, то и все остальное тело тоже. Вы дышите около 20 тысяч раз в день. Старайтесь не останавливаться. Сегодня я установил личный рекорд по количеству вдохов и выдохов подряд. И завтра планирую его превзойти. Человеческие кости – настоящий парадокс. Они почти в 5 раз прочнее стального прута той же толщины, но могут сломаться при ударе и довольно хрупкие. Если у человека аносмия, также называемая обонятельной слепотой, он не может различать запахи, что не мешает ему самому пахнуть. Извините. Вы начинаете испытывать жажду, когда потеря воды составляет 1% массы тела. Более 5% и вы можете потерять сознание. Потеря больше 10% воды в сравнении с массой тела может закончиться очень печально. Но вы поняли, да? Самой сильной мышцей в теле с учетом ее массы является челюстная мышца. Пожалуй, моя развита слишком сильно. В любой момент времени 50 тысяч клеток в вашем теле заменяются новыми. Похоже на компанию, в которой я когда-то работал. К концу жизни средний человек может вспомнить до 150 триллионов единиц информации. Все, кроме того, где он оставил ключи от машины. Даже если отпечатки пальцев сильно повреждены, они все равно восстанавливают первоначальный рисунок. Просто им нужно время. Объем памяти вашего мозга эквивалентен примерно 4 терабайтом на жестком диске. Это более 8 миллионов фотографий. Люди — единственные живые существа, которые естественным образом спят на спине. Даже обезьяны обычно спят в сидячем положении, опираясь на что-то. Не будите их. Самая длинная кость бедренная, а самая маленькая расположена в ухе. Она короче рисового зернышка. Чувствуете ли вы щекотку, когда щекочете себя? Вряд ли. Обычно для этого нас должен щекотать кто-то другой. Это происходит потому, что область мозга, следящая за движениями, предсказывает ощущения, которые вызовут ваши движения. Затем она посылает сигнал в другие части нервной системы, чтобы отменить эти ощущения. Но некоторые люди действительно могут себя пощекотать. Если вы не относитесь к их числу, то можете получить эти ощущения, прикоснувшись к новой текстуре, которую мозг еще не распознал. Или используйте массажер для кожи головы, чтобы возбудить нервы и в итоге расслабиться. Хм, разве щекотка не расслабляет? Если хотите проверить работу своей вестибулярной системы, попробуйте выполнить этот простой трюк. Встаньте на одну ногу и закройте глаза. Большинство людей теряют равновесие, по крайней мере, при первой попытке. Ваша вестибулярная система включает в себя множество органов и систем по всему телу. Вместе они позволяют телу сохранять равновесие в различных положениях. Эта система включает в себя внутреннее ухо и зрение. Вот почему сохранять равновесие гораздо легче в тишине, когда глаза открыты. Вы умеете шевелить ушами и показываете этот фокус на вечеринках? Поздравляю! Только около 22% людей на Земле способны шевелить одним ухом. А шевеление обоими ушами одновременно доступно только 18%. Для наших далеких предков шевелить ушами было обычным делом. Ученые считают, что когда-то люди могли выполнять различные движения ушами. За это отвечали специальные ушные мышцы, которые нам сейчас не нужны. Но некоторые люди утверждают, что научиться шевелить ушами может каждый. Нужны только время и практика. К сожалению, даже тренировки не позволят нам поворачивать уши в сторону источника звука, как это делают собаки и кошки.